Юрий Евгеньевич Фёдоров присоединяется к нам, кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, о храмах, позвольте, не будем, вы всё-таки не специалист в храмостроительстве, наверное, а эта выставка, вот эта армия 2023, там есть что-то действительно технически новое? Какие-то достижения российского ВПК последних полутора лет, и вообще есть ли они, существуют, или вот только храм и показывать? Ну, про храм мне действительно трудно судить, может быть, он кому-то и понравится, а вот что касается технической стороны дела, я не вижу там каких-то особых достижений, да их в общем и не может быть, потому как, ну, посмотрите, а о чём можно говорить, когда, скажем, широко разрекламированный самолёт Су-57. Ну, вот, казалось бы, последнее достижение российского военно-промышленного комплекса, хотя он уже лет пять как пылится где-то в ангарах. Вот, время от времени он летает, но в Сирию не пошёл, потому что военно-промышленный комплекс не мог его сделать достаточно хорошим и достаточно дешёвым, ну, подъёмным, я бы сказал так, для российского военного бюджета. Его изготавливали, его задумывали, замышляли, как некий аналог американского F-35, но не получилось, не получилось. Теперь посмотрите, где там Кармата, который тоже уже, я не знаю, стал притчей в языцах, понимаете, тоже его изготовили, по-моему, в 15 экземплярах, но он так и стоит где-то там, ну, время от времени его выпускают, там проверяют, всякие испытания с ним проводят. Его даже на параде последнего, 9 мая не пустили, потому что, ну, как-то считалось, что, в общем, неприлично. Нужно пускать ту технику, которая действительно там имеет какое-то практическое значение для войны в Украине и так далее. А что касается, ну, вот этого форума, этой выставки, ярмарки, я не знаю, ярмарка-выставка такая, но посмотрите, в прошлом году там иностранные покупатели заключили контрактов с Россией на 2 миллиарда евро. В этом году контракты заключили на 600 миллионов евро, в 2,5 раза, не, в 3 с лишним раза меньше. Ну, вот вам и ответ на вопрос о том, есть ли чего новое, чем можно хвастаться на России, нету. Так что ничего там, но с другой стороны, понимаете, для чего нужны такие мероприятия? Ну, для того, чтобы боссы военно-промышленного комплекса могли доложить президенту, повесить ему лапшу на уши. Вот видите, у нас столько замечательных новых разработок, мы теперь самые сильные, вот еще немножко, еще чуть-чуть, дайте нам еще денег, и мы вот соорудим нечто такое, что никто в мире не видел и не знает. И тогда мы всех победим. Ну, Путин этому верит, верит, хотя иногда случаются и, знаете, тоже истории такие, когда вот после того, как оказалось, что кинжал, этот знаменитый российский кинжал, можно перехватывать патриотами, ну, тогда каких-то разработчиков этого кинжала посадили в тюрьму за... Я уж не помню, за что, то ли за шпионаж, то ли... Ну, при чем тут шпионаж? Я думаю, шпионаж ни при чем, а вот за то, что они врали верховному главнокомандующему, ну, за это можно оказаться в тюрьме, такое бывает в России. Юрий Евгеньевич, ну, действительно, очень много было, да, ну, скажем так, предоставлено того, что можно увидеть, кстати, это, как она называет в самой Российской Федерации, больше это называют форум армия 2023, но очень много предоставлено макетов, да, вот я сейчас перечислюсь, то, что из пресс-релиза можно видеть, макет ракет различного класса, сверхлегкого, легкого, среднего и тяжелого, протон М, ангара А5М, ангара А5В, а также разгонных блоков Бриз-М и КВТК, но это только макеты, также макеты перспективной многоразовой ракеты Корона. Вот такая вот история, и также макет Луны-25, аппарата Варктика-М, ну, то есть много макетов, я не буду перечислять, ну, это на уровне макетов, но все же, как вы считаете, вот то, что предлагают такие макеты, это связано с тем, о чем вы говорите, это когда чиновники высшего такого военного ранга говорят, что вот мы можем, мы можем, мы еще не сделали, но макет мы предоставляем, ну, это уже такой, знаете, путь к тому, что мы можем что-то и разработать. Либо же это, знаете, действительно тоже для таких вот показательных определенных выступлений, что такое количество определенных макетов, но это не значит, что мы можем это воспроизвести в реальность. Ну так давайте посмотрим на факты. Вот уже, наверное, лет 15 Россия разрабатывает ракету «Сармат». Ракета «Сармат» должна пойти на... Это вам не макет какой-то там из дерева или пенопласта. Это, значит, уже нечто такое, что должно было бы и летать. Но вот ракета должна пойти на то, чтобы заменить ракету «Сатана». Ракета «Сатана» в общем когда-то считалась очень хорошей. Она действительно, ну с точки зрения военных, она действительно была очень хорошим изделием «Южмаш» бюро конструкторского в Днепре. Но теперь уже три раза увеличивался, продлевался гарантийный срок эксплуатации. Сейчас ее боятся запускать даже в таких испытательных полетах. Значит, нужно искать замену. Ну, попытались сделать... Ну, фактически ракета «Сармат» это копия вот этой ракеты С-18. Ее же «Сатана» зовут. Ее же «Р» по российскому, так сказать, индексу это «Р-36», там «М» какой-то. В общем, ну, попытались сделать реплику, копию. Так вот, ничего не получается. Уже давно пора «Сатану» снимать с боевого дежурства, заменять ее «Сарматом». Уже каждый год говорят, вот-вот, мы сейчас сделаем «Сармат». Один раз «Сармат» полетел. Одно было успешное летное испытание. Второе, которое должно было быть весной этого года, нет, в феврале этого года, когда Путин выступал с очередным посланием к парламенту российскому, да, вот в этот день он должен был объявить о том, что второе испытание «Сармата» произошло. Не было у него возможности это сделать, потому что «Сарма» испытание оказалось неудачным. Ну, вот, понимаете, одно дело, когда изготавливают макеты, показывают, кому показывают, да тому же Путину. Больше никто не интересует тех людей, которые эти макеты изготавливают. А почему? Потому что нужно показать верховному главнокомандующему, вот мы работаем, мы что-то делаем, мы стараемся. То, что ракета «Сармат» не летает до сих пор, ну, ну, что же делать, ну, вот, недоработка, но это не мы, а мы вот что-то такое новое придумали. Все это давно известно. Это типичное, понимаете, такое вот замыливание глаз, это то, что нужно внушать Путину, а он в это верит. Вот, ему очень хочется верить в то, что Россия имеет некие такие чудо-оружия, или вот-вот будет изготовлено это чудо-оружие. Ну, а какой... Ну, в результате, между прочим, это опасное дело для России, потому что, если высшее должностное лицо верит в то, что у него есть чудо-оружие, ну, значит, он будет вести такую политику, которая крайне рискованно будет заводить и себя, и страну, и соседей, да и вообще весь мир в опасные тупики. Вот, вот что, какие мысли навевает вот эта, значит, выставка, выставка или форум, уж не знаю что. Ну, вот, если мы, да, исключаем, сейчас уже мы с вами поговорили о макетах тех, которые были предоставлены относительно ракет. Ну, вот, а Институт прикладной физики утверждает, да, и я смотрю, это информация от пресс-службы, что на форуме «Армия-2023» как раз Институт представил новую неуправляемую авиационную ракету. «Ар-С-8КЛ» имеет кассетную боевую часть и наполненную кумулятивно-осколочными боевыми элементами, так рассказали в пресс-службе Института прикладной физики. Там отметили также, что ракета имеет 24 боевых элемента. Как сообщается, разработка изобретения находится на заключительном этапе испытаний. Я хочу вас спросить, вот эта вот новая неуправляемая авиационная ракета, неуправляемая авиационная ракета, это что такое? Ну, это значит, что она абсолютно бессмысленна, потому что, если вы хотите поразить цель, вы должны сделать ракету управляемой или, ну, хотя бы, чтобы она сама наводилась. Либо вы наводите, ну, вы, то есть оператор, да, который ее запускает, неважно, воздушного она запуска, наземного, какого угодно. Значит, он должен ее постоянно, вот после запуска, значит, контролировать, чтобы она двигалась к цели. Это можно сделать, ну, там разные есть приспособления, разные есть устройства, системы наведения, управления ракетами и так далее. Все такие более-менее качественные ракеты, они никогда неуправляемыми бить не могут. Вот неуправляемая ракета, знаете, вот Фау-2, которую немцы запускали по Лондону, там и по некоторым другим городам, вот это неуправляемая ракета. Сейчас очень большое количество российских боевых вертолетов ударных, они оснащены неуправляемыми ракетами, неуправляемыми реактивными снарядами. Нурс они называются. Значит, что происходит? Вот вертолет, вертолетчик, точнее, ну, там через определенный прицел нацеливает вертолет на какую-то цель, затем нажимает на спусковой крючок и вот, ну, на кнопку, конечно. И, значит, трое ракет вылетает, и как они дальше полетят? Ну, предполагается, что они вот до этой цели долетят, потому что, ну, есть приспособления, которые рассчитывают их траекторию. Но это, наверное, чаще всего в теории. А так разброс очень большой. Делать неуправляемую ракету новую какую-то, пусть она там оснащена чем-то, какими-то там особыми боевыми частями и так далее. Ну, все это, в общем, это все бессмысленное занятие. Просто, я еще раз повторяю, политическое руководство страны, будь то Путин, будь то его там приближенные, будь то даже вот этот самый, сейчас один из главных путинских любимчиков, Михаил Ковальчук, это сейчас директор Института атомной энергии имени Курчатова. Знаменитый институт, но попал в руки, в общем, такого научного авантюриста, который предлагает Путину массу разных каких-то чудес. Но его, в общем, в институте, по-моему, его недолюбливают, презирают. Ну, те ученые, которые еще сохранили какую-то способность, что-то такое, ну, научное исследование вести, какое-то оружие разрабатывать, в общем, разбираются в деле. А так это научный авантюрист типичный. Вот это теперь главный советник Путина по науке. Ну, что вы хотите? Вот так вот происходит. Он, кажется, Ковальчуки покровительствовали профессору Петрику, известному псевдоученому российскому, да, то есть это давняя история псевдонаучных интересов Путина и его окружения. Окружение в этом смысле, Юрий Евгеньевич, последний вопрос как раз про науку. Вот если вся сейчас экономика переходит, как говорят, на военные рельсы, ну, не вся, но основная часть там достижений будет в этой сфере. А стоит ли надеяться и понимать, что может наука российская как-то тоже в этом будет участвовать? Или вот как вы говорите, что надеяться им не на что, и там только вундерваффы какие-то представляют, а настоящие инженеры, ядерщики, математики, программисты, они либо уехали, либо ушли из профессии. Вот как вы оцените? Ну, я бы не стал так однозначно, понимаете, говорить, что военно-научный комплекс, он развалился, он разваливается. Но разваливается по нескольким причинам. Во-первых, потому что те люди, которые составляли, ну, так сказать, костяк этого военно-научного, ну, военных институтов научных, там, конструкторских бюро и так далее, он формировался еще в советский период. Вот сейчас этим людям уже, ну, они сильно в возрасте, и работать по, ну, так, как они работали там в советский период, не могут. Это первое. Второе. Очень много людей ушло из этих институтов, потому что на протяжении 20 лет, ну, там существовать на ту зарплату, которую платили, совершенно невозможно. Значит, ну, куда-то, значит, кто как мог устроиться, кто уехал за границу и сейчас работает где-нибудь в Силиконовой долине или, я не знаю, в Беркли, в технологическом институте, либо в каких-то иных местах хороших, либо ушли на пенсию. Молодежь, ну, вот я это хорошо знаю, сам видел, как мои друзья, знакомые решали эти проблемы. Они не шли, никто не шел до, скажем, 2010-2012 года. Ну, не было, соответственно, образовался вот такой провал, когда хорошие ученые, хорошие инженеры уже уходят или ушли уже давно, а молодежи, в общем, те люди, которые пришли, они, ну, опыта не имеют. А, кроме того, среди них очень много карьеристов, которые вот ради того, чтобы понравиться начальству, готовы на любую безумную идею, значит, развивать, предлагать, всячески рекламировать. Ну, а у Хлопа того же самого Михаила Ковальчука много такого рода публики концентрируется, которые, ну, которые ради карьеры им, в общем, все равно. Единственная забота у них заключается в том, чтобы, понимаете, когда проект, который они предлагают, будет проваливаться, он проваливается время от времени, значит, нужно вовремя предложить начальству какой-то другой проект, еще более привлекательный. Вот поэтому нового практически ничего российская военная наука, военные, значит, неокры, конструкторские бюро предложить не могут. Вот таковое, а все то, что сейчас воюют в Украине, все это советских времен или там разработки советских времен. Спасибо вам огромное за конструктивный анализ в нашем эфире. Юрий Федоров, кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета. Военный эксперт был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова